привет ребятки сегодня мы в гиватайме и по рекомендации моей тети спасибо ей большое касса на смотрит мои видео мне это очень приятно она мне отрекомендовал вот эту маленькую лейку с прекрасными фикусами пойдемте посмотрим начнем свое движение мы от улицы узи и двинемся в сторону улице бенгурен мы находимся гиватаями в тихом спокойном местечке это такой место покоя в центре бурного телевизора да тетя была права я уже так пробежался одним глазом глянул аллею конечно же деревья чудесные на самые красивые экземпляры вот впереди пойдемте посмотрим вот говорю тишина и покой вот я только что приехал своего родного города батьям сделал пересадку в телевизор там не тишины и покоя там конечно все выдвижения но посмотрите сами для да что тут сказать красотища просто красотища но вот эти вот пакеты для ловли я так понимаю насекомых я уже на которых деревьях вижу я спрошу конечно но кто знает оставьте ссылку в описании я предполагаю что это ловится насекомых сами посмотрите какие корни какая корневая система то есть вечно растущие дерево по сути вечно растущие дерево само себя обеспечивает вечной жизни такая тихая лейка действительно тишина и покой тут я так понимаю из школы сады впереди есть детская площадка и я пробегал сразу хочу сказать что я уже сам был готов стать малышом чтобы носиться по такой тихо спокойно площадке таком красивом месте вот структура тех мне все время напоминает конские хвосты конечно жесткие жесткие и очень могучие красивые деревья смотрите как природа сумела себя показать выставить в лучшем свете в лучшем свете мы тут гостем и зрителям но тем не менее смотреть какая красота видите вот само дерево она внутри само по себе дерево могучие здесь вот все дера номерованы дерево могучие сильное дерево я представляю всегда говорю что если человека только отстранить от этой хозяйственные дети вместе то есть человека не стала природа не на секунду бы не задумалась все у нее в порядке у природы все хорошо но родители везут дети капризничать как всегда кому в сад не охватайте кого в школах но это знаете как это такие технические мелочи кого малыши карандаши это неизбежно да просто удивительно сейчас еще ранний час ну ранее относительно уже не прям уж ранее ранее но тем не менее еще довольно таки рано и народ так просыпается в израиль сегодня выходной день но сады работают я так понимаю частный может я не знаю насчет в школу не знаю как тут израиль полу закончил школу детей по моему каникулы начались но точно как конские хвосты настолько они похожи вот чем-то похожи на наши веники помните раньше дворники подметали улиц были что-то подобное что-то подобное как природа сплела косые ветви этих деревьев смотрите какая красота видите он ствол обрастает своими же корнями видите в этом в прямом смысле дерево его вот обвивает укутывает само же себя в корне и дает новую жизнь ну говорю цветение в этот вот пара такая она уже уходит уходит цветение я снимал я оставлю ссылку в описании кому интересно частично конечно же цветение сохранилось вот можно его видеть и в парке проемте посмотрим что да как как устроил геватайм свой быт хорошо устроил геватайм свой быт прямо скажем вот об этом парке я и говорил был бы я малышом я бы тут резвился вот это такое идеальное место на углубление находится вы можете спокойно гулять с детишками они вас под присмотром ну вот и детям и собачникам тут хорошо эти красятся в этой господите мой господите да детский садик слышу работает я не знаю государственные частные все что связано с детьми мне пока не удалось выловить мамашу которая бы мне рассказала как устроена эта жизнь у совсем маленькие детей дошкольного возраста как словлю сниму расскажу пока еще у меня с этим явно не вышло ничего да детишки вам сюда ну родители бабули дедули все ответственные лица за уход за детишками я говорю ну тут вот буквально каждый миллиметр цветет в израиле вот я бегу я не могу спокойно ходить по улицам я даже поехал к тете вышел где-то чуть пораньше увлекся фотографии то туда то сюда и и вот таким макаром я ощутился где-то там на 3-4 улицах в отдалении так пришлось немножко вернуться но я ни о чем не жалею потому что красота просто красота очень красиво он говорит цветет буквально каждый миллиметр все каждое каждое цветение имеет свою прелесть но вот об этих красавцах красных я уже наснимал конечно видео не одно но они достойные герои видеоматериалов несомненно да все тут достойно все тут достойно как говорят у природы нет плохой погоны здесь в гостях мы в гостях вот тут еще впереди есть одно дерево я не знаю что это за дерево но плоды его мне не известно я его вам покажу кто динфицирует напишите вот и об этих деревьях я конечно снял видео и оставлю его в описании можете зайти посмотреть ребята это цветы что я буду использовать как вот есть как это